Здравствуйте, коллеги! Тема нашего урока — «Основы систематики растений». Нам надо будет с вами разобраться, что это за наука такая систематика и зачем она нужна. Посмотрите, чтобы разобраться, я принес вот такую вот кучу пишущих принадлежностей. Здесь карандаши, фломастеры, ручки, и они в совершенном беспорядке. Ими просто неудобно пользоваться. По-научному, систематика — это, собственно, и есть наука о том, как упорядочить что-нибудь разнообразное, разнородное, привести это в порядок. Так. Систематизировать — это и есть наводить какой-то порядок. Ну, давайте попробуем разобраться с тем, что я вот здесь вот разложил. Вот у меня есть два лоточка. Так. Давайте попробуем так. В один лоток я положу все карандаши. То есть все те пишущие принадлежности, у которых внутри есть грифель. Назовем их так. Вот сюда вот я их кладу. Из всей этой кучки вынимаю, выбираю только карандаши. Угу, замечательно. А сюда тогда у меня пойдут те пишущие принадлежности, которые пишут, ну, как бы сказать, чернилами. Это ручки и фломастеры. Порядок у нас уже какой-то появляется. Появляется вот. Не туда попал карандашик. Вот сюда мы его переложим. Но все равно найти вот здесь вот, в этом лотке, что-нибудь с чернилами, ручку, какую мне нужно, или карандаш, какой мне потребуется, все равно довольно сложно. Здесь еще нет порядка. Единственное, что я понимаю, что вот здесь вот с чернилами пишущие принадлежности, а вот здесь вот с грифелями внутри. Вот это обстоятельство мы как раз сейчас отметим. У меня для этого кое-что есть, коллеги. Вот такой бейджик для этого лотка в знак того, что в нем то, что с грифелями, то, что пишет грифеля. И вот такой бейдж для этого лотка в знак того, что в нем все пишущие принадлежности с чернилами. Но порядка все-таки мало. Надо как-то попробовать еще разделить. Ну, например, вот эти карандаши на две группы. Ну, как бы нам это сделать? Например, вот два стаканчика у меня есть. В один стаканчик я помещу карандаши темных, холодных тонов. Вот такие. Вот. И может быть даже вот такой. И еще такой. А вот в этот стаканчик попадут карандаши таких вот ярких, теплых тонов. Вот, пожалуйста. Пометим, коллеги, вот и эти стаканы. У меня есть для этого тоже бейджики. Так. Теплые тона. Ну, вот как-то. Так. Сюда поместим бейджик. Что здесь карандаши с холодными тонами. Так. Теперь обратимся к лотку, где пишущие принадлежности другого рода. Снова придется их как-то распределить на пару групп. Вот у меня тоже здесь есть для этого соответствующие емкости. Соответствующие стаканчики. Все здесь еще проще, пожалуй. Все ручки мне удобно расположить вот в этом стакане. А фломастеры вот сюда. Вот у нас получается пара таких групп. Так. Эти группы, разумеется, нам стоит тоже пометить. У меня для этого заготовлены тоже бейджики. Ну, например, фломастеры. Фломастеры вот здесь. А ручки? Ручки пусть у нас будут вот тут. И теперь нам надо разобраться, как, собственно говоря, мы с вами действовали. Как мы этот порядок наводили. Во-первых, мы распределяли наши объекты по принципу общего признака. Если мы видели, что у объектов есть какой-то существенный, важный, общий признак, если они чем-то похожи друг на друга, то мы их откладывали в одну группу. Или, соответственно, мы их откладывали в другую группу по какому-то другому общему признаку. Это очень важный принцип систематики. В систематике мы образуем группы каких-то объектов по их сходству, по общему признаку. Еще одна важная вещь, на которую стоит обратить внимание. Мы вот этот принцип распределения на группы применяли не один раз, а несколько. Вот у нас уже были лотки крупной группы, но мы и внутри лотка сделали две группы поменьше. Если вы заметите, можно же заниматься систематикой и дальше, вот в рамках того примера, который я вам привел. Можно, например, ручки разложить по ячейкам этого стакана, так, чтобы красные ручки были в одной ячейке, а синие в другой. Можно дальше продолжать эту систематику. Но главное, главное в том, что мы всегда распределяем на группы по общему принципу, по общему признаку, и что таких групп может быть множество. Крупные, внутри которых более мелкие, которые еще делятся на более мелкие, и так далее, и так далее. Как вы понимаете, систематика занимается не только пишущими принадлежностями, или, например, не только растениями. У нас же занятие посвящено систематике растений. Систематика умеет упорядочить любые, любые группы разнородных объектов. И вам знакома систематика по другим примерам. Ну, например, в компьютере. Файловая система компьютеров — это прекрасный пример систематики. Есть какой-нибудь один большой... Нет, простите, не один большой файл, а одна большая папка. Внутри этой большой папки, какой-нибудь корневой, вложены папки поменьше. В этих более мелких папках еще папочки. Еще более мелкие папочки. И в конце концов мы сталкиваемся уже с настоящими реальными файлами, с кусочками информации. Или другой пример. Если мы пишем письмо, ну, не компьютерное письмо, а настоящее, бумажное, мы пишем на конверте адрес. Вначале мы указываем большую такую вот группу систематическую. Мы говорим про страну, например. Отправляем это письмо вот там, я не знаю, в Россию. Пишем Россия. Потом мы указываем группу поменьше. Ну, город, например. Потом еще меньше группу. Район, улицу. Наконец, дом. И внутри дома уже указываем квартиру. Вот вам примеры приложения систематики к самым разным областям нашей жизни. И еще одно важное слово, коллеги. Классификация. Ученые говорят, классификация — это результат систематики. Вот перед вами некоторая классификация пишущих принадлежностей, например. Еще на один важный аспект мне хотелось бы обратить внимание, ваши коллеги. Еще, еще раз говорю. Есть группы большие, крупные. В нашем случае, вот посмотрите, лоток. Да? Достаточно крупная группа. Крупные группы внутри вмещают более мелкие группы, которые, в свою очередь, делятся еще на более мелкие. Ну, примерно как в армии. Дивизия, да? Она... Это крупная группа. Она включает какие-то более мелкие подразделения. Роты, батареи. Получается, опять же, как в армии, разные группы, группы разного размера, имеют, как бы сказать, разный ранг. Ранги систематических групп, или, как говорят ученые, ранги таксонов. Таксон — это группа в систематике любая. Ранги таксонов бывают самыми разными. От больших, как дивизия, до маленьких, как небольшая батарея, вот в армии. Но в дополнении к уроку мы как раз и обсудим, какими бывают ранги таксонов, ранги вот этих групп в систематике. На что еще следует обратить внимание? Если мы говорим уже о систематике именно живых организмов, а не просто таких-нибудь там пишущих принадлежностей, то систематика нам показывает не только способ удобно их упорядочить. Если живые организмы попадают в одну группу, потому что они как-то похожи друг на друга, то мы должны задуматься. Может быть, они не случайно похожи. Может быть, сходство живых организмов говорит об их родстве в эволюции. Получается, что систематика живых организмов — это не только удобный способ в уме их распределить. Систематика живых организмов показывает нам, должна показывать нам эволюционные изменения в живой природе. Систематика должна отражать эволюцию живой природы. Об этом писал еще Чарльз Дарвин. С помощью этого занятия, нашего занятия по систематике, коллеги, мы сможем изучить разнообразие растений, а на самом деле разнообразие всей живой природы. Мы можем вначале изучать крупные группы, крупные таксоны, пройти обзорно по всему, например, царству растений. Потом мы можем изучать более мелкие группы, а в них еще более мелкие. И вот таким образом мы с вами познакомимся с разнообразием растений. Это темы других наших уроков, например, уроков, посвященных семействам. Ну а сейчас на этом наш урок заканчивается. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok